Сегодня мы в гостях у заслуженного архитекта России, член-корреспондента Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, почетного гражданина России, Владимир Константиновича Шадрина. Добрый день, Владимир Константинович. Тема нашего разговора по скриптам утвержденного проекта Нового Генбана «Развитие города». Что скажете по этому интересующемуся к нас поводу? После конечного марафона, связанного с разработкой и обсуждением различных стадий генерального плана, разработки проекта генерального плана, наконец-то он утвержден 30 марта городским советом. Количество письменных поправок, внесенных при обсуждении проекта на публичных слушаниях, более 500. 240 замечаний профессионального сообщества, к сожалению, не принятых этих замечаний депутата Нового Совета. А также порядка 40 изменений, которые внесены буквально накануне уже утвердения, за несколько дней, свидетельствуют о недостатках проекта. Если говорить о недостатках, то они начинаются с заказчика. То есть главные недостатки, все-таки причины появления, это заказчик. Значит, первопричина недостатка вкроется в инициативности заказчика, его стратегической приземленности в оценке геополитического и экономического потенциала Красноярска, а также одопущенные концептуальные ошибки в представлении технического задания. То есть механический подход во многом, а во-вторых, как бы машина не квалификация. То есть заказчикам в процессе подготовки исходных данных не была инициирована и организована работа, которая бы предшествовала предпроектные исследования. Предпроектные исследования, это первое, это должны были быть обстоятельно изучены результаты реализации генерального плана, причины, недостатки и так далее. Значит, как базовая составляющая для того, чтобы взглянуть по-новому на новый генеральный план с учетом вот этих вот недостатков реализации существующих. Это первое. И второе, обязательно надо было обследовать деградидующие промышленные предприятия, то есть экономическое слово. А можно вопрос о уточнении? А времени было достаточно, на ваш взгляд, выделено на все эти работы? Может вопрос... Ну, я хочу сказать, что генплан был сделан беспрецедентно в короткие сроки. Причем эта спешка, я считаю, что она ничем не обусловлена. Да. Сложилась проблема генерального плана существующей реализации и так далее. Конечно, объективности ради, можно сказать, что генплан больше не реализовывался, вот существующий, действующий, а больше извращался, погружался в большей степени, да-да-да. И поэтому проблем накопилось множество. Конечно, это инициировал, и, значит, это сразу было причиной, что надо скорее чего-то делать с этим генеральным планом, но сроки надо было все-таки оптимальные. И, если уж назначать короткие сроки, но достаточно подготовить необходимые исходные материалы и базу, дополняющие формальные технические задания, для того, чтобы проектировщикам развязать руки, чтобы они в сжатые сроки и так далее. А по жизни получилось так, у проектировков всего чего-то не хватало, сплошные неопределенности. Наши преподнежные рассмотрения все время возникали, понимали, вот те-те-те администерства чего-то там не додали, у них не хватало исходных данных, и вот в таких условиях, конечно, они еще без современных сроки. И самое-то главное, мне кажется, что заказчик как-то слишком приземленно отнесся к стратегии развития генерального плана, не учил его возможности и производственные, пусть оно сегодня деградирует, но есть территории, есть площадки. Не было мечты, не было мечты, не было мечты. Да, 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 путем геополитического положения, значит, ну как столица Красноярского края, ну как центр Сибири, вот это все как-то ушло. Я против лозунгов, вообще-то говоря, в принципе, но вот эти факторы обязательно надо было учесть, надо было учесть в обязательном порядке. Это должна была большая цель для него, вот такой, да, который стремится. И я хочу сказать, что вот отношение администрации, я все время, ну, предполагал, что эта работа должна быть выполнена. И когда на общественном совете при Министерстве строительства обсуждали вопросы подготовки, вот этой датской генеральной планы, тогда был Лапицкий, значит, возглавлял департамент градостроительства города. И когда я ему задал вопрос, а при, кроме формального технического задания, там, значит, город подготовил свои конкретные предложения, видение будущего города, развитие его производственной базы и так далее, ну, ответ был такой, это должны сделать проектировщики. Яркий пример самоустранения заказчика от, как соавтора, вообще, разработки проекта, вообще говоря, от решения на болельщик и так далее проблем. Конечно, город должен лучше это знать. Хотя Лапицкий недолго работал. Конечно, недостаток того, что в период разработки генерального плана коней на переправе поменяли дважды. Первый раз Лапицкий новый главный архитектор, который мало знает город. Второй раз Макаров, который еще менее, значит, информирован о проблемах и так далее. То есть, это тоже сказалось, безусловно, на... Очень важный вопрос о том, где промышленное развитие города. Тут тоже, как бы, да? За счетчем будем жить. Вот. А, значит, даже так, по настоянию общественности, в общем говоря, вот соавтор проекта генерального плана был включен граждан проект. Сначала он не был включен. И потом промостроенный проект, который занимался, вообще говоря, производством, и знает, и проектировал. Выполнял многие проекты по производственной зоне, и достаточно был информирован. И, вообще-то говоря, они должны были предварительно сделать вот такой вот томик, приложение к заданию проектирования, о состоянии производственной сферы и так далее. Но, к сожалению, это все потом вдогонку, и многие их предложения проектировщики вообще не учли. Может быть, вы, значит, с учетом того, что это, видимо, тема большая, об этих недостатках более подробно поговорим в следующий раз, в следующий наш разговор о недостатках, и о том, что где-нибудь доработали власти, где-нибудь доработали проектировщики, на что обратить внимание. Ну, я хочу еще раз подчеркнуть, что стратегической ошибкой заказчика при разработке задания на проектирование было, я считаю, глубоко убежден, ограничение градостроительных исследований существующей городской чертой 40-летней давности. Первое. И второе. Отсутствие в стае проекта разработки пригородной зоны, которая сегодня настолько хаотично застроена, что достаточно трудно найти какие-то там небольшие даже площадочки для того, чтобы обеспечить развитие города. Обычно при предыдущих разработке генплана этот раздел присутствовал, а потом вообще говорят, как рассматривать генплан без его перспективы, наверное, идти за расчетный срок. А также в процессе реализации моды возникнет необходимость размещения каких-то транспортных за пределами городской черты инфраструктуры, сетей и так далее, инженерных и прочих. Вы отметили основные темы, основные проблемы, связанные с генпланом, но, видимо, этот вопрос очень большой, к нему еще стоит не один раз возвращаться, и я надеемся, что вы уделите еще время. Большое вам спасибо от нас, от наших читателей, за то, что уделили время. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok